Всем привет, братцы! Сегодня будет интересная геометрическая задачка. Ну, а других, конечно же, у меня на канале не бывает. Итак, что у нас есть? У нас есть окружность. Эти задачки очень любят давать на ЕГЭ, ОГЭ и так далее. На окружности. Потому что их плохо люди решают. И их поэтому любят давать. Так, сотрем тут лишнее, чтобы никого... Не смущало. Получился у нас вот такой колобочек. И в этом колобочке у нас есть с вами треугольничек. Треугольничек этот равносторонний. Он у нас выглядит как-то вот так. Вот это, допустим, у нас А. В, как обычно, С. И вот тут обозначим точку D. Ну, тут, допустим, у нас центр окружности. Да, то есть... Ну, и, собственно, что нам дано? Нам дано отрезочек АД равняется 9. То есть вот АД равняется 9. Это то, что нам дано. А найти нам нужно площадь окружности нашей. Как решать? Интересный вопрос, да? Давайте проведем радиусы. Вот один радиус, да, проведем. И к точке D проведем второй радиус. Вот он у нас. Радиус плюс радиус. Так? Что дальше? Ну, тут можно решать, во-первых, по теореме синусов. Потому что это у нас треугольник равнобедренный, раз радиус и радиус, да? Значит, этот уголочек у нас 120 градусов. Эти уголочки стало быть по 30 градусов, да? Ну, и этот, отмечу, он такой же. Вот. Можно через теорему синусу, но я не очень люблю этот способ через теорему синусу, потому что, короче, там синус, углы. И это все не очень приятно. Проще тут, конечно, решать по теореме Пифагора. Так? Вот. Смотрим вот на этот вот треугольничек. Это у нас что, значит, получается? Вот эта вот сторона, это у нас 9 пополам. Так? Это у нас R. Сотрем ее отсюда и напишем ее... Напишем ее вот, вот эта у нас сторона R. А чему равна вот эта сторона, да? Вспоминаем, это раз это прямоугольный треугольник у нас. Катит, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Значит, это у нас R пополам. Правильно? Ну и что, записываем теперь теорему Пифагора. Как она у нас будет выглядеть? R в квадрате – это гипотенуза. Равняется катит в квадрате. Это R пополам в квадрате. R пополам в квадрате. Плюс 9 пополам в квадрате. Что у нас получается? R в квадрате равняется R квадрат на 4 плюс 81 на 4. Приводим, значит, все к общему знаменателю. Знаменатель отбрасываем, чертовы бабушки. Короче, домножим все на 4. Что у нас получается? 4R в квадрате. Эту R в квадрате сразу переносим сюда. Минус R в квадрате. А тут остается 81. То есть у нас получается 3R в квадрате равняется 81. Стало быть, R в квадрате у нас равняется 27. А раз так, то площадь окружности или круга у нас чему равна? Пи R в квадрате. Стало быть, 27. Пи. И это и есть ответ. Вот такая вот задачка. Простенькая? Да и простенькая. Видите, никакой теоремы синтеза тут нет. Просто теоремы Пифагора и все. Ставим лайк и подписываемся на канал. Не забываем об этом. Это очень важно.